МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры создавал DimaTorzok Это не мешает ежегодно отмечать его выступлениями и концертами. День балалайки отмечают профессиональные исполнители, играющие на разных русских народных музыкальных инструментах, творческие коллективы, просто любители, музыканты-народники Европы, Латинской Америки, Австралии, США, ЮАР, Украина, Беларусь и Казахстана, ну и, конечно, Россия. В студии у нас свой профессиональный праздник сегодня. Сегодня в гостях музыкант, балалайшник Андрей Коровенков. Андрей, здравствуйте, спасибо, что пришли. Во-первых, конечно, с праздником профессионально. Андрей, ну вот я, наверное, не поверю, если вы скажете, что вы с детства мечтали, что возьмете в руки балалайку и будете на ней играть, наверняка, как многие, не знаю, молодые люди думали о гитаре, электрогитаре, не знаю, хотя бы о пианино, о фортепиано, но не о балалайке. Ну, может быть, я и не мечтал, но преподаватель меня, когда привел первый раз в Дом культуры города Услабинска и предложил играть на балалайке, ну, меня это не оттолкнуло, а даже как-то вызвало какой-то интерес. А почему, объясните, почему вот у вас выбор пал на балалайку? Просто вы решили отличаться от всех остальных, пусть остальные играют на гитаре, учат гаммы на фортепиано, у вас будет балалайка. Да нет. Ну, наверное, ее тембр привлек, он неподражаемый, потому что никакой другой инструмент не может его изобразить. И, ну, наверное, какая-то загадка, у нас все треугольное загадочное. Бермудский треугольник, пирамиды Хеопса, все треугольное, балалайка треугольная. То есть вы туда же их в ту категорию треугольная. И, в принципе, вы, когда еще занимались музыкальной школе, знали, что балалайкой не останется просто увлечением? Или это позже пришло? Ну, наверное, к окончанию музыкальной школы пришло решение, что буду поступать в музыкальное училище и буду серьезно и профессионально ей заниматься в дальнейшем. Скажите, прям существует класс балалайки? Конечно, конечно. Или это есть там, не знаю, класс народных инструментов и в том числе балалайки? Нет, ну, это класс балалайки. И вот поступил я в музыкальное училище к преподавателю Владимиру Георгиевичу Урбановичу в класс балалайки. И проучился у него и в музыкальном училище, и в консерватории. А экзамены, все как положено, то есть кто-то сдает, да, там, фортепианок, у вас по той же схеме балалайка. Что сдавали? Может, наиграете нам, покажете, вспомните. Ну вот, из народного. Ах ты, береза, нет. Вы знаете, здорово. Сейчас как раз преподаватель, с которым вы занимались, с которым вы сдавали вот этот экзамен, Владимир Урбанович, заведующий кафедрой народных инструментов Краснодарского государственного института культуры, заслуженный артист России, профессор. Владимир Георгиевич с нами на связи. Владимир Георгиевич, здравствуйте. Добрый день, добрый день. Слышали ученика своего, Андрея? Ну, конечно. Не растерял мастерство? Ясно, нет, здорово играет. Скажите, пожалуйста, Владимир Георгиевич, с Андреем понятно, он еще, так как понимают, давно поступал. Сейчас современные подростки, когда у всех гаджеты, у всех электронная музыка, неужели им тоже интересны народные инструменты? А вот что самое интересное, да, очень интересное дело в том, что вот кафедры, которые у нас существуют в Институте культуры, учатся 50 студентов на кафедре народных инструментов. Это домра, балалайка, гитара, баян и аккордеон. И это люди уже осознанно, профессионально выбрали для себя специальность и занимаются очень здорово и очень целенаправленно. Какая дальнейшая судьба ваших выпускников? В каких коллективах они работают? На каких площадках выступают? Ну, вот мы их как бы ориентируем в большей части быть косметными исполнителями, хотя у нас есть и, конечно, мы обучаем их педагогике, чтобы они могли обучать новое поколение в музыкальных школах, в училищах, в консерваториях. Но ориентируем, стараемся на исполнительство. Вот у нас есть прекрасный оркестр филармонии «Виртуозы Кубани». Там очень много наших выпускников, нашей кафедры. В том же музыкальном колледже, вот где Андрей, тоже много наших выпускников. Все музыкальные школы, и края, и города, все заполнено нашими выпускниками. Так что мы очень гордимся этим. Владимир Герыч, как вы считаете, все-таки, если говорить о концертной деятельности, то балалайка, скорее, такой музыкальный инструмент экспортный. Да, иностранным больше интересно услышать концерт балалайки и, не знаю, там, и оркестра. Ну, вы знаете, да, вот балалайка очень имеет большой успех на Западе, в Европе. Вот я помню, когда там гастролировал, уже выходишь на сцену, уже бурные аплодисменты, понимаете. Иногда даже шутил там за сценой, что аплодисменты сорвал, можно и не играть, понимаете. То есть очень любят этот инструмент, именно за самобытность, за русскую такую душу, за такой тембр красивый. Прекрасно. Владимир Герыч, спасибо, спасибо большое. Вас тоже с профессиональным праздником. Мы вас поздравляем. Андрей, скажите, ну, балалайка, это же не только фольклор. Конечно, нет. Ну, изначально, конечно, была балалайка фольклор. Ну, да, учитывая, что 1688 год, да, стрельцы, крестьяне. Ну, время идет вперед, и вот эта современность, как раз-таки, она требует того, чтобы играть на балалайке что-то из современного. А что, что, рок играете, популярную музыку, шансон? И шансон, и популярную, и рок. Ну, вот, что я сейчас покажу. Давайте из рока. Давайте из рока. Что-нибудь там из группы Ленинград можно? А из группы Металлика. Металлика, хорошо, подойдет. Пойдет тоже. Металлика. Металлика. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Отлично. Андрей, скажите, а вот картинка у нас была «Балалайка» и «Рояль» Это какие произведения, возможно? Ну, это какие-то классические произведения и вот те же самые народные произведения Потому что на «Балайке» играют с сопровождением фортепиано, «Рояль» Не играют так вот сольно Или несколько балалайок Может быть несколько балалайок Может «Балайка» сопровождаться баяном Это, наверное, такое идеальное сочетание, классика жанра Ну это, да, два народных инструмента, конечно И точно так же «Балайка» с гитарой Очень хорошо они звучат вместе А вот, наверное, у любого музыканта, как и у любого спортсмена Есть какие-то свои профессиональные издержки Да, вот в вашем случае это, наверное, должны быть очень сильные руки И, не знаю, даже какие-то мозоли на подушечках пальцев Правильно, чтобы играть? Ну, конечно, мозоли есть Ну, они, конечно, у всех Кто работает лопатой, тоже есть мозоли Кто играет на музыкальных инструментах, на струнных Всегда обязательно должны быть мозоли на подушечках пальцев Вы много выступаете? Самое главное, чтобы была работа, чтобы был слушатель Правильно, чтобы были концерты Да, приходится выступать, потому что я в коллективах работаю И играю сам Под минусовки, как вот работают скрипачи, как аккордеонисты И я точно так же играю под минусовки Что это за концерты? Где они чаще всего проходят? Ну, это могут быть корпоративные какие-то вечеринки Это могут быть свадьбы Это могут быть какие-то концерты, посвященные какому-то празднику Событию Событию большому, да Это может быть и на площади, может быть в каком-то концертном зале Не важно Какие-то выступления, проекты, которые вам запомнились, произвели на вас впечатление? Ну, наверное, все-таки это поездки за границу в большей степени Ну и поездки в Москву Выступление в зале России, которого сейчас уже нету ни гостиницы, ни зала Но это осталось в истории и в памяти Это знакомство с другими артистами Когда приезжаешь и видишь, встречаешься, знакомишься, общаешься С другими людьми, с другими артистами Это, конечно, производит впечатление Ну, согласен с учителем, да, что иностранцев, они в восторге просто Иностранцы Они очень часто подходят, спрашивают, что-то у вас какая-то скрипка странная Да, очень-очень многие не знают И они не видели даже балалайку ни разу И вот подходят, спрашивают, что это такое Объясняю, что это Russian балалайка Куда-то вообще в современное звучание не собираетесь уходить Балалайка и электронная музыка Балалайка и рэп, я не знаю Эксперименты вообще любите? Да, я постоянно экспериментирую И есть у меня такие минусовки Электронная музыка И я играю Но при этом, опять-таки, я все-таки остаюсь в народном плане Балайка остается народная А там электронная музыка И вот такой синтез И очень даже хорошо звучит Ну, кстати, вот в Краснодаре одно время был очень популярен коллектив Который именно брал какие-то известные вещи И обрабатывал их в такой вот фольклорной манере Они прямо так вот хорошо погастролировали По многим заведениям и концертным площадкам города Краснодара Домашние часто просят вас играть? Друзья, знакомые? Да, да Но они тоже понимают, что это все-таки работа Вот так на отдыхе Давай обойдемся без работы Давай Конечно, берешь инструмент И в свое удовольствие Потому что бывает такое, что приходит мысль Какая-то идея И самый неподходящий момент И, значит, бросаешь все, что было в тот момент Идешь за балалайкой И воплощаешь то, что пришло Послушайте, вы сами пишете еще музыку какую-то, да? Для балалайки Ну, да, придумываю обработки У меня на финал такой неожиданный вопрос, может быть, покажется вам Ваш выпускной, помните? Школьный выпускной Школьный? Да Там приходилось играть? Выступали на нем? На выпускном не играл Я играл на школьной елке И у меня была собачка, Белка Вот И она всегда со мной везде ходила И музыкальную школу в том числе И, значит, была школьная елка И есть даже фотография дома у родителей Что я играю на балалайке А эта Белка рядом сидит И, значит, губы в трубочку свернула Она выла, да Скулила под музыку Спасибо, спасибо большое Еще раз поздравляю вас с профессиональным праздником